Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Только друг? Ну ладно, друг так друг. Свободные отношения. Я ничего от тебя не буду требовать. Тем более замужество. Мне правда домой пора. Ну иди. Идите. Я тебе позвоню, ладно? Ну ничего, ничего. Я еще стану твоей женой. Ирина Ворошилова. Мне нравится, как это звучит. Все обожаю, да? Можно помочь, а я биán. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что с настроением? Ты недовольна что ли? Рассчитывал на отлично? Ну на что я не рассчитывал? Ну подожди, Дим! Чего? Отстань, а! Ну что отстань опять? Обидно, Дим! Чего с тобой? Ничего, настроения нет, вот чего! Ну пойдем кофе попьем, поговорим О чем мы поговорим? О том, что я трус безответственного? Что я сначала детей делаю, уборщица, а потом бросаю их на произвол судьбы? Об этом что ли? Так ты мне сто раз уже об этом говорил, говорю, отстань! Ну попробуй, не ешь целый день ничего, так хоть чаю попей. Чай с коньяком замечательно, средство от хандры. Да, если не увлекаться. Всем привет! Здравствуй, Ларочка, очень вовремя, сейчас вместе поужинаем. Привет! Да отлично, я так проголодалась. Ну что, ты сдал экзамен? Сдал. Ну слава богу, папа будет доволен. Кстати, ты завтра вечером что делаешь? Дома сижу, а чего? Я пригласила к нам Ирину. Ну посидим, чайку попьем, пообщаемся. Это обязательно? Нет, ну это конечно не обязательно, но что такого, придет красивая девушка, приятная, тем более ты ей очень нравишься. Слушай, я и так все делаю, как вы с отцом хотите. Хожу, дышу. Можно я сам буду выбирать, с кем мне чай пить, ладно? Ну, Дим, я же не могу ей запретить к нам ходить. И на ее симпатию к тебе я тоже же не влияю. Ну а ты скажи, что у меня ребенок, может я ей разонравлюсь. Ты что, дурак что ли? Ты наломал дров, а теперь хочешь, чтобы все узнали о твоем позоре? Плевать. Плевать, да? Кому мне еще рассказать о твоей связи с уборщицей? Кому мне рассказать? Ты не понимаешь что ли, что об этой истории нужно забыть? Не было никакой беременной Наташи, не было и нет. Понятно? Ой, да как же это я так? Эй, что, я помогу. А еще скажи, что я не права. Спасибо. Я открою. Спасибо. Плати. Я, это, в комнату к себе пойду, ладно? Спасибо. Привет. Привет. Твой брат дома? Да, дома. Это вам. О, какая прелесть. Кстати, мой любимый. Я угадал? Да. А в честь чего будем пировать? Да с Димкой поругались, я был неправ. Ему сейчас не сладко вон, а я лезу со своей критикой. Сашка, ты золото. Димке очень повезло с другом. А Богдане женихом. Я надеюсь, она ценит свое счастье. А как твоя мама? Спасибо, уже лучше. Ну, сердце все равно слабое, но... Ну, ничего. Ничего, все хорошо будет. Пойдем? Пошли. А можно... У меня тут вопрос. Да, пожалуйста. Я вот читала. О, пластическая хирургия. Да. Помните нашего Ковалева из шестой палаты? Ну, конечно, это наш отчаянный водитель. Вот здесь американский ученый рассказывает точно о таком же случае. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А не хотели бы вы сделать Ковалеву операцию по реконструкции челюсти? Это интересно. Слушай, Саша. Я хотела тебя о помощи просить. Надо Димку как-то выручать. Надо вернуть его к жизни. Он зациклился на этой девушке. И я прям начинаю даже бояться за него. Лариса, я тоже думал об этой ситуации. Все это странно, понимаешь? И я не знаю, но странно. Денег не берет, понимаешь? А ты заметь, что страдает только он. Эта девица абсолютно спокойна. Вот это о чем говорит? Привет, Дим. Привет. Слушай, ты меня извини, ладно? Я, наверное, тебе наговорил много нехороших вещей каких-то, да? Но я прошу прощения. Извини. Буду прав. Тоже меня извини. Ты в больнице был сегодня? Был. А Наташу видел? Наташу не видел. Но я хотел поговорить с тобой. Ты только не бесись и не злись, ладно? Я не хочу тебя ни в чем не разубеждать, там, да? Я ни за и ни против. Но все это как-то странно, Дим. Что мы знаем об этой Наташе? Практически ничего. Она ведет себя как-то странно, понимаешь? Ну, заметь, когда ты отказался жениться, она потеряла к тебе всякий интерес. Да, и потом, прости, Лариса, девчонка приезжает из провинции. Нужно зацепиться в городе, да? Что нужно сделать? Ну, это очень просто. Нужно выйти замуж. Если не ты, то кто-нибудь другой обеспечит ее пропиской. Здесь главное иметь несколько запасных вариантов. Ну, а что ты смеешься? Я таких девушек очень хорошо знаю. Они встречаются с несколькими парнями одновременно. Ну, если не ты, то кто-то другой на ней женится. Да и потом, понимаешь? Я говорю, я еще раз повторяю, я ни за и ни против. Просто задумайся и все. Это вообще твой ребенок, ты уверен? Действительно. Мне вообще кажется, что она просто сумасшедшая. Только сумасшедшая могла решить, что сын олигарха женится на уборщице. Это мой ребенок. Я не хочу с вами это обсуждать. Вот видишь? Вообще, этот разговор не надо было начинать. Не мой, говорите. Сейчас мы это проверим. Интересная идея. Я, конечно, выполнял каждое отдельное из этих этапов, но так, чтобы вместе, в комплексе... Это надо обдумать. На наше счастье, глазные яблоки не смещены, а стенки глазницы не повреждены. Нам понадобятся его отоларингологи. Интересно, что они скажут. Абитуриенко, Маднарчук? Да. Вы ассистировать мне собрались? А можно? Наташа, я знаю, что вы гений, но давайте для начала вы поступите в институт. Извините, я увлеклась. Вы молодец. Я очень доволен вашими успехами. Давайте помогу. Эй! Черт! Откройте, эй! Вот черт, а! Молодой человек, вы знаете, что это общежитие? Да. И, наверное, знаете, что после 23.00 посторонним вход воспрещен. Я не посторонний. Неужели? Да, мы уже родственники, спасибо. Ну и Филитон обо мне в гудок написали. Я не успела еще. Ну ладно. Подождите. Ой, что же мне сами-то делать, Господи? 23.05. Спасибо. Наташа, погоди. Твоя соседка, она в комнату меня не пускает. Ну как тебя вообще в общежитие пустили? Да погоди, погоди. Я везде тебя ищу. Я по этажам бегал. Я на кухне был. Где ты была-то? А ты по какому праву мне такие вопросы задаешь? По такому праву, что я отец нашего будущего ребенка. Смотрите-ка, он наконец-то об этом вспомнил. Слушай, хватит уже, а? Я не забывал об этом, хорош. Дима, то, что я тебе сейчас скажу, ты сам запомни и передай своей семье. Я никогда вам не продам своего ребенка. Никогда. Ты чего несешь, а? Я сказала, запомни и передай. Да никто не собирается отбирать у тебя ребенка, тем более покупать. Я пришел помочь. Пошла. Слушай, ладно, подожди, извини, извини, правда, прости. Мне тебе кое-что сказать, нужно только спокойно меня выслушать. Говори. Я не могу на тебя жениться, но так сложились обстоятельства. Я правда не виноват, это обстоятельства такие. Я хочу помочь, я очень хочу помочь. Нужно найти роддом, но я знаю такой роддом. Спасибо, но мне не помощь твоя, ни деньги, ни жены. Я никогда у вас ничего не попрошу. Почему? Да потому что я тебе не верю. Почему я просто помочь хочу? Ну, чего вы разорались-то? Все спят уже. Идите вон в другое место выяснять свои отношения. Наташ. 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 Погоди, Наташ, ты изменилась. Да, я изменилась, я больше тебе не верю. Я не понимаю, тебе сдался этот штамп в паспорте? Главное, что я люблю тебя. Ты никого, кроме себя, не любишь. Я просто жениться на тебе не могу, и все. Фатя, зачем ты мне это постоянно повторяешь? Я это уже поняла. Просто оставь меня в покое и живи своей жизнью. Я не понимаю, тебе мало, что я стою перед тобой. Говорю, что я люблю тебя, что я не отберу нашего сына. Почему ты не ценишь это? А это все угрызения совести. Они скоро пройдут, и ты снова заживешь своей счастливой жизнью. Все, отстань. Даже если ты не хочешь со мной жить, ты не можешь запретить мне заботиться о моем сыне. Дим, я тебе уже говорила. Это не твой ребенок. Не мой, значит, да? Хорошо. Поздравляю тебя с окончанием учебы. Сегодня мне звонили из клиники, в которую я тебя устроил на практику. Просто-таки умоляли тебя, чтобы ты проходил у них и интернатуру. Обещали хорошую зарплату. Я решил остаться в больнице скорой помощи. Там практики больше. Ну, а большая зарплата – дело наживное. Да, тоже верно. Ой, боже, когда же нам-то такое счастье будет? Это я о Димке. Едва уговорил, чтобы его взяли на повторный курс. Хотели выгнать из института. Ну, если бы вы видели, как декан подбирал слова, чтобы объяснить мне, какой мой сын бездарь, и не обидеть меня. Он уже пересдал Стасию. Да, эту пересдал. А потом еще сессия, потом диплом. Слава богу, кажется, это история с беременной девушкой позади. Пап, давай сменим тему Саше. Это неинтересно. Саша сам может решить, что ему интересно, а что нет. Семен Кузьмич, о Наташи уже давно ничего не слышно. Это нам не слышно. О нашему Ромео. А если хотите что-то про Наташу узнать, можете спросить у меня, я расскажу. Да-да, войдите. Можно? Здравствуйте, заходите. Привет. Могу поинтересоваться, это вы так в массаже тренируетесь? Да. Наташ, ну, не хочу вас расстраивать, но занятие это бесполезное. На подушке любой сможет. Вам надо на человеке попробовать. Легко. Что у вас болит? У меня ничего. Ну, допустим, у вас проблемы в шейно-воротниковой зоне. Снимайте кофту. Слушайте, это же как-то неудобно. Я у вас без рубашки. Идемте ко мне. А я... А то есть я у вас, и вы без кофты, это ловко. Да, действительно. Ладно, пойдемте к вам, вы мне про акупунктуру расскажете. А то в этой книжке как-то все путано и изложено. Конечно, идемте. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Да? Я вчера ее видел. Зачем ты нам об этом говоришь? Ну, если папа хочет знать, он имеет право? И о чем вы с ней говорили? Да ни о чем мы с ней не говорили. Я нечаянно мимо общежития проезжал, она гуляла. Я остановился. Подошел, хотел поздороваться. Она даже не посмотрела на меня. Значит, все-таки есть гордость. Да, есть гордость. И чувство собственного достоинства тоже есть. Ох, чувства и добром это не кончится. Вот родит она, тогда только все начнется. Боюсь, мы натерпимся еще от этой девчонки. Я боюсь, что плевать она на нас хотела. А я боюсь, что не случайно он проезжал мимо общаги. Он ее там караулин. Вы к кому? Это мне? Вам. Я к своему коллеге. Максиму Леонидовичу. Он у вас тут несколько месяцев живет. Вот я переживаю, пришла узнать, как он устроился. Отлично устроился. У нас образцово-показательное общежитие. Добрый вечер. Здрасте. Да, но я пойду к нему, да? Нет. Это почему? У вас тут что, режимный объект? Представьте себе. Железная дорога и все, что к ней относится, являются объектами государственного значения. Да хоть планетарного. Ну, да самоутверждайте здесь сколько хотите. Мне просто кое-какие вещи занести нужно. Носки теплые, зима все-таки. Я все понимаю. Но я сначала позвоню и узнаю, можете ли вы пройти. Максим Леонидович, извините, что я вас отрываю. К вам, к вам тут из больницы с носками. Пускать. А как вас представить? Алла. Алла Николаевна. Алла Николаевна. Заняты. Вот и хорошо. Ну вот. Вы сами все прекрасно слышали. Он занят, поэтому давайте ваши носки. Я передам их Максиму Леонидовичу. Чем это он, интересно, таким занят? Ну, мало ли чем занят. Свободный, умный, красивый, молодой человек. Анна Петровна, я на работу. Молодец. Ключи. А, ключи, ключи, ключи. Наташке занесла. Хорошо. Они там с Максимом Леонидовичем занимаются. Все. Умничка. Шапку надень, а то там холодно. Вот как. Она, значит, с Наташей занимается, он, да? Чем это интересно? Притон какой-то. Образцово-показательное общежитие. Алла Николаевна. 21-30. Лечит мяту невралгию, а свекла гипертонию. Земляник огонит соль, а шалфей зубную боль. Арбуз кушай при нефрите, а бруснику при артрите. Чтобы было больше сил, не забудь про дивисил. Так это вообще-то что такое? А это, мужики, и есть тот самый волшебный настой на спирту. Ну так, можно и без чая. А чё ж, можно и без чая. И что, поможет? Конечно, поможет. Это вам не официальная медицина, бег без результата. Коль отёки у тебя, хвощ попей, семя льна. Машмазоли чистотелом, а веснушке тёртым хреном. Подходи, не торопись, выпей чаю, исцелись. Ну что, мужики, как говорится, за здоровье. И что это у нас здесь такое? Опять ты? Вон отсюда. Хожу, хожу, хожу. Может, мне Величко позвать? О, не-не-не, только не Величко, только не Величко. И чтоб я тебя больше здесь не видел. Да. Не занят? О, привет. Проходи. Вот, газетку почитаешь. Да, спасибо. Присаживайся. Гош, слушай, я к тебе с просьбой личного характера. Говори. Помогу, чем смогу. Помнишь Наташу Бондарчук, санитаркой у нас работала? Наташу Бондарчук, да-да. А, девушка с золотыми руками? Ну, конечно, помню. Да, кстати, она же у нас в поликлинике по беременности наблюдается. Вот. Гош, ей рожать скоро. Её бы к хорошему врачу устроить и в хороший роддом. Поможешь? Угу. Ну, акушер, допустим, есть. С клиникой вопрос решим. Да, когда я говорю, сидя, наберу. Знал, что могу на тебя считать. Да, заходи. Что такое? А? Беременность неделя за неделей? Да. Дружище, ты же у нас лучший гинеколог в городе. Неужели тебе есть что прочитать в этой книжке? Америкосы наверняка написали. Конечно. Это кладезь умных мыслей. Понимаешь? Преподаю как к роднику. Как тебе такое? Смотри. 24-я неделя беременности. Полезный совет. На этой неделе пересмотрите свои вредные привычки. Если вы ещё употребляете кокаин, постарайтесь от него отказаться. Америкосы? Постараюсь. Ладно, в счастливом. Жду звонка. Давай. Прошу прощения. А где я могу найти интерна Александра Братуха? Интерны и врачи сейчас на обходе. Но вы можете подождать. Спасибо. Заходи, заходи. Саш, ну где ты был? Мне пришлось ждать тебя целых 20 минут. Что значит, где я был? На работе. У меня был обход. Понятно. Богдан, ну не обижайся. Это же отделение травматологии. Сюда круглые сутки привозят людей в критическом состоянии. И зачастую речь идёт о жизни и смерти. Я всегда должен быть на подхвате. Понимаешь? На подхвате ты сейчас бы мог принимать богатых пациентов в шикарной частной клинике. Но ты предпочёл быть на подхвате. Посмотри, вокруг антисанитария, нищета, убожество. Не преувеличивай. Ты что, слепой? Оглянись. Ну да, может быть, это не самое лучшее место работы. Но здесь самые лучшие врачи. Лучшие в городе. Я принимаю их опыт. Ладно. Вообще, я не за этим пришла. Зачем? Саша. Я хотела с тобой поговорить. Нам нужно назначить дату нашей свадьбы. Богдан, ты знаешь, что я тебя люблю, но и так же знаешь, что у меня больна мама. Давай повременим со свадьбой, а? Саша, привет. Привет, Богдан. Привет, Лариса. А ты пришла к моему жениху? Нет. Я пришла к своему брату. Лариса, он на практике в инфекционном отделении. Тут еще и такое есть. Ладно. Поговорим потом. Целоваться не будем. Это все-таки больница. Пока, Лариса. Счастливо. Да. Нелегко будет Богданочке в роли жены врача. Ну ничего, привыкнет. Так, малыш, почти оделись. Как же ты вырос. Я, наверное, тебя скоро увижу. Анна Петровна! Анна Петровна, пожалуйста! Кто-нибудь помогите! Не волнуйтесь. Расслабьтесь. Дышите спокойно. Сейчас боли есть? Нет. Все хорошо. Да? Сердечные тонны. Ритмичные и ясные. Ягодичные приближения. Что? А ведь еще неделю назад все было хорошо. Ну, перевернулся сорванец. И что ж теперь будет? Ну, будет идти попой вперед. Спасибо, скажите, что не поперек, Леха. Да. Сегодня ложимся на сохранение. И не спорим. А деньги на клинику? А у меня нет. Деньги? Деньги. Деньги. Деньги ищем. Вот. Держите. Поняла. Здравствуйте. Здрасте. Для Наташи Бондарчук и ее ребенка? Так, что это такое? Слушайте, нет, это форменное безобразие. Анна Петровна! Анна Петровна! Анна Петровна, вы в своем уме? Что вы там устроили? Федор Михайлович, а ну же, возьмите себя в руки. Во-первых, доброе утро, здравствуйте. И во-вторых, вы что, не с той ноги встали? Это же настоящее вымогательство цыганчинам. Как вам вообще могло такое в голову прийти? Ну, устроить поборы на веренном вам объекте? Я требую сегодня же выселить эту Бондарчук и убрать позорище наше общежитие этот предмет из дестибюля. Все! А, подожди. Федор Михайлович, что значит все? Вы куда? Ну-ка, Федор Михайлович, тут под... Федор Михайлович! Знаете, кто вы, Федор Михайлович? Нет, знаете, знаете, кто вы, Федор Михайлович? Инспектор! Нет, вы не инспектор. Вы ирод! Я? Да. Послушайте, на каком основании вы меня оскорбляете? На таком. В то время, когда сильный помогает слабому. В то время, когда все люди объединились, чтобы помочь маленькому человеку, который не может решить свои проблемы в одиночестве. Это нормально для всего общежития. То есть для нашего с вами общего жития. Да, это вообще нормально. Для всего цивилизованного человечества. А вы не можете протянуть руку помощи ближнему своему. Да, Господи! Вам же, вам же даже младенца не жаль. Почему не жаль? Ну, я же не зверь. Вообще, никакой я не ирод. Я очень даже люблю детей. Да, вот смотрите, я готов поддержать Наталью. Это благородно с вашей стороны. Вообще-то мне бы сдачу. Анна Петровна, вы не разменяете? Я нет. А, ничего. Сейчас разменяем. Смотрите, вы свидетель. Смотрите. Я не беру ничего лишнего. Только сдачу. Ну, вот так будет нормально. Ну, хоть так. Так, как вы убедились, я готов проявить чуткость. Но порядок есть порядок. Наталья Бондарчук должна покинуть общежитие. Что? Ваша фамилия, имя, отчество? Бондарчук Наталья Ивановна. Сколько полных лет? 18. Фамилия, имя, отчество отца ребенка. Это неважно. Ставьте прочерк, я сама сына воспитаю. А почему вы думаете, что у вас будет сын? Чувствую. Знаю. Ну, хорошо. Сын, значит, сын. Так, это ваши первые роды? Первые. Какая по счету беременность? Первая. Скажите, а вы давно здесь работаете? Да лет десять. А что? Да вот, хотела спросить. Я же не первая, а ты без мужа. И не последняя. В жизни всякое бывает. Мужик может прийти, а может и уйти. А дети с нами навсегда. Я по-хорошему завидую тем, кто с мужьями заботится. Ребеночка вместе ждут. Ты, наверное, рожать не так страшно. Боишься. Боюсь. Я тебе, знаешь, что скажу? Все равно женщина, она одна рожает. Ну, конечно, вокруг нее будут врачи, медсестры, родственники. Но рожает-то она. За нее никто этого не сделает. Ты тоже все сделаешь сама. Я постараюсь. Все будет хорошо. Как здесь красиво. Да, Наташа? И уютно так, и так все удобно. Ну, просто все есть для будущей мамы. И малыша. Передай всем огромное спасибо от меня. Я... Где бы я была, если бы не вы? Да, это все Максим Леонидович. Без него бы мы так удачно рожать не устроились. Да, я... Человечище. Я ему очень благодарна. Так, я буду приходить каждый день. Так что, если тебе что-то понадобится, просто звони мне. Ну, или если вкусненького, сладенького чего-нибудь захочется, то уже звони, я принесу. Хорошо. О, и как схватки начнутся, то уже сразу мне звони. Как схватки начнутся, я врача позову, хорошо? Можно. А потом сразу мне звони. Хорошо? То есть врачу в народах присутствовать разрешаешь? Да. Так уж и быть. Дадим ему кредит доверия. Нет, Натусь, ну правда. Позвони, пожалуйста, как все начнется. Я очень волнуюсь. Хорошо. Хорошо, конечно, позвоню. Ну, ты же мой лучший друг. Давай. Держись. И ты держись. Все, пока. Пока. Позвони. Ой, я сейчас такой молодой. Ой, умираю. Тихо, тихо, тихо. Ой, Максим Леонидович. Ой, ой, ой. Ребята, остановимся. Остановимся. Ой, здравствуйте, доктор. Что случилось? Принудительная госпитализация воема спасения будущих жертв самолечения? О, если бы. Кстати, отличная идея. Жаль, что нам раньше не приходило в голову. А вот теперь отравление, гипертонический криз. Как-то там пел, лечит мятоневралгию, а свекла гипертонию. Больше никогда ни за что, доктор. Только спасите. Ой-ой. Поехали. Давайте, удачи. Ой-ой-ой. Так, аккуратненько. Терпим, терпим. Сейчас все будет хорошо. Ой, я сейчас пробую снимать. Так. Заходим. Ой, что это? Самое главное это как? Самое главное определиться. Ой. Ягодичное предлежание. Чего? Это еще не конец света. Самое главное в природах – это позитивный настрой. Ну и возраст, конечно. А, организм молодой. Он справится. Он справится. Ну, меня вот другой волнует. Как она одна в большом городе с ребенком на руках? Не представляю. Ну, как раз-таки здесь я бы не переживал. У нее, знаешь, характер какой? Я иногда сам ей завидую. Боевая. А талантливая. Ну, наконец. Ну, наконец-то. Поздравляю. Чего? Я долго ждал этого. Чего? Чего-чего? Ты влюбился. Просто какой-то. А ну, подожди, подожди. А, смущение в глазах. Красные щеки. Слушай, ну... Да-да-да. О! Алло. Панов. Привет. Срочно нужна твоя помощь. Посмотрим, что ты снова диагноза. Что такое? Что такое? Что? Смотри, пациент обросает тоже автохолод. А, от мужчины руки трясутся. А он ведь у нас патологический трезвенек. Дыхание учащенное, пульс зашкаливает. В глазу скупая мужская слеза. Ай-яй-яй-яй. Да, и ковердик будет в вашу коллегу. Ну, данная клиническая картина говорит о том, что это любовь. А? Вот где ты там слезу увидел? Все, я могу идти? Да. Лучше вы пошли вон с пациентами пошутили. Ну, это надо отметить. Да, ты с тобой. Как дети. Так. Витаминчики. Кушай. Ладно? Спасибо. А как дела у вас? Нормальные мне дела. Анна Петровна, вы расстроены? Ты просто надеялась, что удастся оставить тебя и ребеночка в общежитии. А этот старый дурак как с цепи сорвался. Кляузы пишет во всей инстанции. Ну, ну всех тромашит. Да не расстраивайтесь. Я что-нибудь придумаю. Ну, нельзя в общежитии с ребенком. Ничего. Проживем. У тебя есть какие-нибудь идеи? Потому что у меня никаких. Я вообще не знаю, что делать. Да не волнуйтесь. Ну, разрешиться как-нибудь. Я вот чувствую, что все-все будет хорошо. Потому что самое главное. Сейчас ты мой сын. Мое счастье. Моя защита и опора. Да? Конечно, но прежде чем он станет твоей опорой, знаешь, сколько всего ему ты должна будешь дать? Ничего. Я справлюсь. У меня сильные руки и любящее сердце. Ага, любящее сердце. Только больше кому попало, свое сердце не отдавай. Нет. Второго раза точно не будет. Никаких мужчин в моей жизни. Только сын. Спасибо вам огромное. Не за что. До свидания. До свидания. Приходите еще. Ой, мама. Надо что-то делать. Ты генеральный директор нашего салона. Я твой заместитель. Почему? Я сама себе делаю маникюр. А кто виноват, что такая текучка кадров? Да. В нашем салоне никто больше недели не задерживается. Сколько мы уже парикмахеров и маникюр сменили. А что мне делать? Я же не виновата, что теперь и нет хороших мастеров. Все денег хотят. Мрак. Здравствуйте. Я прочла объявление. Вы ищите работницу. Да. А вы парикмахер? Я нет. Я не о себе. У меня есть подруга. Так вот она и парикмахер, и маникюрша, и косметичка, и уборщица. И все в одном лице. Прекрасно. И где она? Ведите ее к нам. А вы жилье предоставляете? Да. У нас есть служебная комната со всеми удобствами. И за проживание мы берем недорого. А если она с ребенком? Пожалуйста. Можно и с ребенком. Вот только платьем мы в два раза меньше. Ну, когда с ребенком. А покажите комнату. Пожалуйста. Пойдемте. Так, вот такая вот у нас комната. Видите? Кровать, зеркало, поставим шкаф, холодильник, за стенкой санузел. Ну, в общем, есть все необходимое. Как вам? Мне нравится. Да? Ну, и прекрасно. Может, вы все-таки расскажете о своей подруге? Мы прям заинтригованы. Вы знаете, она настоящий самородок. Да? Еще и на курсы массажа ходит. Да. А на вашему салону кучу денег заработает. Это очень хорошо. Прекрасно. Вы знаете, ради такого ценного сотрудника мы готовы пойти на уступки. Да. Жилье будет за счет заведения. Спасибо. Вы очень добры. Ну, что вы. Мы просто очень любим детей. Спасибо. Я тогда пойду сообщу подруге? Да, конечно. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, что ж, отлично. Отлично. Значит, с маленьким ребенком, да? Это хорошо. Так. Мать-одиночка. Кабризничать не станет. Покачать тоже не станет. Значит, это у нас, получается, парикмахер. Правильно? Так. Косметичка. Маникюрша. Уборщик. А, еще массаж. Массаж. Так. Великолепно. Все заодно зарплата. Значит так, вот здесь лежит то, что будет нужно сразу. Ага. Вот здесь лежит то, что понадобится в течение первого месяца. А это то, что будет нужно потом. Поняла? Ага. А это что? Чепчик. Чепчик. Ну, это ведь разве что на кошку налезет. На ребенка. Это вряд ли, я сомневаюсь. Риточка. Знаешь, как ты удивишься, когда увидишь, что он ему еще будет даже великоват. Ничего себе. Это ж какой он будет маленький. Крохотулечка совсем. Ну, примерно вот такой. Анна Петровна, а у меня, кстати, тоже есть хорошая новость. Да? Да, мне кажется, я нашла для Наташи и работу, и жилье. Да ты что? Слава богу, где? Очень крутой салон красоты. Да? При нем и жилье есть, и хозяйка приятная, и вроде как детей любит. Риточка, прийдем. Извините, пожалуйста. Простите. Да. Что-то мне совсем плохо. Присядь, что у тебя болит? С живота. Как давно? Ну, 30, наверное. Вызываю бригаду, едем рожать. Да я прибрыжу туда, готова бежать. Волосы заплети, украшений нет? Хорошо, нет. А можно я позвоню? Давай только быстренько. На пост, срочно. Можно? Ну? Нина Петровна, мне очень нужно уйти. Отпустите меня, пожалуйста. Ты что, с ума сошла? Уйти с поста среди ночи. Нина Петровна, у меня подруга рожает. Ну, пожалуйста, отпустите. Так пусть отец ребенка и беспокоится. У тебя здесь другие обязанности. Ты что? Ты же здесь не просто больницу. Ты родину охраняешь. Ну, мне очень надо. Нет, нет и нет. Да черт знает, что у тебя в голове. Да раньше тебя за такое на общем собрании разбирали. И все. Комсомольский билет на стол. А если я, ну, ненадолго? Она много, там... Никакого порядка, вот и развалили страну. Нет, Петровна, ну, я вообще-то свои обязанности знаю. Ну, вы поймите, ну, Наташке я сейчас нужнее, чем родине. Я сказала нет. Нет? Нет. А я тогда увольняюсь. М? Только по пистолету и буду скучать. Адьос, серые будни. Вот дура. Спокойно, милая, спокойно. Все будет хорошо. Так, что у нее? Стремительный родных, ягодичное предлежание. В родильном уже все готово. Дышите чаще. Все будет хорошо. Дышим, 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 дышим. Давай, давай, смотри, 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 смотри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok